Только что приехал курьер. Он привел просто огромную посылку. Огромную посылку. Огромную посылку. Просто огромную посылку с корейской косметикой. Что? Прямо сейчас весь мой полустилом косметосом. Зашла настолько далеко, что просто потерялась во времени, в пространстве и во всем. И поэтому заказала вот столько всего. Если бы это было заказано с русского сайта, я бы купила, наверное, раза в два или в три, а даже в четыре меньше. А еще мне дали подарки. Вот это подарки. Free gift. Давайте посчитаем, сколько здесь вещей. 60! Free gift. Был самый обычный день. А может быть это была ночь, а может быть это было утро. Я не помню, какое время суток это было, да это и не имеет никакого значения. Закончился мой любимый BB-крем. И я печалилась. А потом я стала искать его. Стала заходить на разные сайты. На русских сайтах его практически не было. А там, где он был, что-то цена как-то делала неприлично. И потом я забрела на один корейский сайт. На огромный корейский сайт. На этом сайте, возможно вы уже с него заказывали, называется Rose Shop. Было, оказывается, буквально все. И даже косметоз BTS. И я такая, ну здравствуйте, здравствуйте. Сейчас утро. Я недавно проснулась. И первое, с чем мы будем начинать наш обзор, это с корейского умывания. Кстати говоря, никак, совершенно никак нельзя было снять это видео за один день. Потому что... Конечно же, когда я зашла на этот гигантский сайт, глаза мои разбегажались. Мозги мои отключились. Ну, в общем, так получается достаточно часто. И в итоге я заказала целую кучу вещей на обзоры. Поэтому я снимала его в несколько дней. Так что не удивляйтесь, если в один день у меня одна футболка, в другой день у меня другая. В третий день у меня вообще иная прическа. Все нормально. Надо донести это все до ванны, пока мое утреннее умывание не превратилось в последнее. Утреннее умывание. Начинаем с пенка для лица. Смываем пенка для лица. Вот эта штука очень люто, очень мега сильно люто. Хватит мне звонить, когда и писать, когда я снимаю видео. Очень топовая. И это на самом деле так. Если вы посмотрите отзывы на эту штуку, вы ошалеете. Теперь мы с вами будем использовать активное увлажнение для кожи лица. Чтобы кожа была красивой, элегантной, как у самых настоящих корейцев. И при его помощи ваше лицо будет очень мягеньким, гладеньким и вообще классным. После этого беру эмульсию. Главный принцип в нанесении корейской уходовой косметики использовать текстуры. От самых жидких к самым плотным. Если вы вдруг запутались в эмульсиях, эссенциях, тонерах, тониках и т.п. и т.д. Просто смотрите на состав средства, на его консистенцию. Если средство супер жидкое, мы начинаем с него. Если средство супер густое, мы заканчиваем. И в конечном итоге крем. Прежде чем приступить к макияжу, я хочу протестировать еще вот такую вот масочку. Мне сейчас нужно будет сделать обложку для второго канала. Пока буду сидеть делать обложку, буду сидеть с маской. Возьму маску с татой. О боже мой! Тут даже была открытка. Так он будет хранить эту открытку. Вот так вот выглядят маски внутри. Просто это вообще законно? Охренеть! Это, короче, максимально точечная маска. Ты вот куда хочешь, туда ее и клеишь. Так вот. Прощайте, милые таты. Нам было хорошо вместе. Но вас еще много, поэтому я не сильно отчаиваюсь. Такая кожа мягкая стала приятной. Блин! А тата-то затащил. Вообще молодец. Вот так вот. Ну это милый, добрый, хороший парень с чубкой на этом название. Хочу протестировать еще одну маску. Кофейная! Я просто что-нибудь дождусь. Это нереально. А можно я ее выпью? Понюхай. Блин, захотелось прямо сейчас латышку попить. Я всего две заказала. Такие маски, ты понимаешь, степень моего отчаяния. Боже, она реально как будто кофе пропитана. У нее даже цвет кофейный, как фильтр. Наверное, это будет сейчас лучший момент в моей жизни. Я буду пить кофе, находясь в кофейной маске. Боже мой! Это ли несчастье? Это было настолько прекрасно, что я даже забыла рассказать о своих впечатлениях на камеру. Поэтому вот вам фрагмент переписочки. Кстати говоря, наверняка вы знаете Кенху. Кенха это моя подружка, она кореянка, но она говорит на русском языке. У нее есть канал, и мы даже снимали совместное видео в том году, видели с ней многократно, когда она приезжала в Россию, когда я приезжала в Корею. В общем, к чему я рассказываю вам про Кенху. Кенха, как очень ответственный корейский человек, она просто обязана своим подписчикам рассказывать о таких вещах, как фейки корейской косметики. Кенха регулярно показывает в своих сторис, какая косметика на самом деле корейская, какая на самом деле косметика ушлая, то есть фейковая. Оказывается, на русских сайтах продается огромное количество суррогата, фейковые косметики. И если вы, естественно, не носитель этого языка, если вы не живете в Корее и не знаете, как должен выглядеть оригинальный продукт, вы просто-напросто берете, лажаете и покупаете байковую косметику. Кенха об этом очень подробно рассказывает, меня от этого бомбит. Но сейчас я расскажу вам историю, которую рассказала мне моя подписчица. Купила девочка себе маску. Обычно, казалось бы, тканевую маску, но тканевая и тканевая, что она может? Пользовалась, все было нормально. А потом ее лицо полностью покрылось прыщами. И вот вы знаете, когда я прочитала это сообщение, мне почему-то стало очень дурно, потому что... Ну, вы представляете себе, как можно, блин, додуматься делать подделку под тканевую? Тканевую маску! Тканевую маску! Ё-моё! Нет, действительно, ребята, не покупайте корейскую косметику, если вы не уверены в том, что эта косметика должна именно так выглядеть. Просто введите это название в гугл и посмотрите разные фотографии, как это средство должно выглядеть, что там должно быть в составе. И только потом покупайте. На самом деле, на следующее утро, когда я проснулась, я поняла, что я очень хочу протестировать также и розовую маску, поэтому я пошла, помыла голову. Здесь тоже была открыточка. Сам процесс наклеивания доставляет нереально. Ну что за маска? Просто чудо. Хитрый. Изысканный. Смотрит вдали. Зашибись. Пойду поем и заодно вернусь и расскажу. Это одна из самых удобных масок. Знаете почему? Потому что когда ты ешь или занимаешься своими делами, тебе это вообще не мешает. Тебе ничего не лезет в рот, тебе ничего не лезет в нос, тебе ничего не закрывает глаза, ты просто занимаешься своими делами, пока твоя кожа увлажняется. Даже котик одобрил. Класс. Есть у меня еще одна вещь, которую я бы очень хотела вам показать. И выглядит она... Та-дам! Вот так. Вы уже догадались, что же это такое, но если вдруг еще почему-то не догадались, я расскажу. Это специальная маска, которая позволяет делать V-образное лицо. То есть здесь все подтягивает, здесь все натягивает, и получается, ну, как у него. Как у него. Я очень много раз слышала про эту штуку, но я у нас ее не видела вообще никогда и нигде. Мне как раз нужно будет высушить волосы, а эту штуку, согласно инструкции, нужно держать как раз где-то целый час. Так что я обсушу волосы, обработаю фотографию и еще что-нибудь поделаю. И вот как это выглядит. Честно говоря, я ждала немного других ощущений, потому что думала, что она будет прям сильно сдавливать и подтягивать, но нет, вообще нет. В общем, за час с этой маской можно успеть сделать очень много всего, потому что она абсолютно тебе не мешает. Это ухо у меня сейчас умрет, поэтому... О, боже мой, мое маленькое ушко. И... Я не поняла. Короче, мне хочется верить, ключевое слово, хочется верить, что эта вещь хорошая. И согласно инструкции написано, что нужно это делать три раза в неделю, чтобы ощутить видимый результат. Я буду это делать, я буду продолжать. Я буду, пока не получу результат. Смотрите, что я сейчас вам покажу. Вы же его помните, да? Вы же его помните? Это тот самый мой любимый CC крем. Господи, как я его люблю. Просто скажу то, что на этом сайте я также нашла и его, и я просто такая, ну, привет, здравствуй, дорогой мой, люблю, обожаю. Никогда больше не расстанемся. Если расстанемся, я знаю, где его покупать. Также, кроме методонального средства, я купила себе еще один мой фаворит. официально лучшее. Почему оно мне так сильно нравится? Покажу вам. Мы наносим этот солнечно-защитный крем. И он просто целиком и полностью впитывается за пару секунд. Нам не нужно ждать долго, ничего не надо делать, просто нанесла, и все впиталось. Две секунды. Блур для лица. Это такая специальная штука, которая сравнивает текстуру кожи и делает ее максимально однородной, так как будто вы реально прошлись в каком-нибудь приложении для обработки фоток. Вот этой вот кисточкой, которая сгладоживает текстуру. Ты можешь после этого вообще ничего с своим лесом не делать. Можно вообще спокойно куда-то гулять идти. Кенг в своем инстаграме его очень сильно хвалит. Она говорит, что это самый безопасный кушон в Корее. Вообще назвала его своим любимым. Ой, тут все как-то очень серьезно. Первый раз вижу, чтобы к этому шел туториал. По цвету идеально. Смотрите. На самом деле, я просто пипец как рада, что я нашла этот магазин, потому что там просто все. Тот факт, что они сделали быструю доставку, это, конечно, отдельный вообще респект. Кажется, я понимаю, почему Кенг в его так сильно хвалит. Серьезно, если бы ко мне пришла подруга с таким лицом, не с моим, если бы пришла с моим, я бы смутилась. Спасибо за ваши манипы, друзья. Я бы не поняла, что у нее вообще что-то на нем есть. Я смотрю в зеркало, и это выглядит так, как будто у меня просто идеальнейшая кожа, которую только что, я даже не знаю, что с ней сделали, наверное, ее от какого-то другого человека пересадили, поэтому она такая хорошая. Купила две вот такие вот странные штуки. Первая это шаблон для бровей, вторая штука это маркер для бровей. В комплекте к этому маркеру также идет штука, чтобы ты могла корректировать свои брови. Например, если ты промахнулась мимо, берешь вторую штуку, которая идет в комплекте, и подтираешь все лишнее. Выглядит вот так вот, очень похоже на ремоф для маникюра. Те, кто хотел посмотреть на эту штучку в действии, я ее обязательно протестирую в инстаграме и закреплю в хайлайте. Отдельно хочется отметить то, что здесь две стороны немного отличаются, видимо, чтобы каждый мог найти для себя идеальный вообще грифель маркера. Облажалась, короче, я здесь. Слишком много нанесла средства в основание, благо есть эта штука, как раз затестируем, насколько хорошо она убирает. Быстренько нарисую вторую и дам какой-то окончательный вывод. Сам маркер мне понравился. Я не угадала с цветом, он достаточно темный, даже для моих темных бровей. Но вот эта штука, я ее абсолютно не поняла. Когда я пользовалась первый раз ей, мне показалось, что это вообще лучшая вещь в мире. Да, я пользовалась ей уже после первого применения. Смотрите, что было. На моей руке куча всякой фигни, это последствия тестирования разных подводок. То есть остаток средства, например, темного нашего маркера, остается на этой штуке, и дальше он просто разносит грязь, и все пачкает, и получается вот такой вот эффект. Дальше я беру вот такую вот рассыпчатую пудру. Название доставляет. В Корее очень сильно я люблю этот бренд. Вот заодно и посмотрим, от чего они так сильно в восторге. Зафиксирует он. Блин, запах! Чем пахнет? Ой, чем пахнет, я не знаю, но пахнет просто... Казалось бы, может ли быть эта кожа еще идеальнее? Ну, да. Легко после того, как нанесла пудру, хера решает. Всем рекомендую попробовать хотя бы раз в жизни херу. Я сейчас покажу вам один очень прикольный лайфхак, который я подсмотрела у корейских блогеров. Мы с вами берем румяна. Просто зацените румяну, которую я купила. Фирма Мамонде. Я думаю, вы прекрасно осознаете, чем пахнут эти, блин, румяна. Не химозной розой, а самой настоящей. Мне очень жаль это делать, правда, правда, мои маленькие, миленькие румяшки. Наносим, как нам нравится. Так, ясно, мои новые любимые румяна. Остальные просто посторонитесь. Не румяна, а нечто потрясающее. На той же самой кисти у меня она выглядит вот так. Наносим румяна себе на веки. И теперь мы берем с вами глиттеры. Вот. Такие тени. Ну, это нелегально. Это незаконно. Мы наносим, ну, или халат, прям просто себе на верхнее веко поверх румяна. Мне эти тени очень понравились, хочу пробовать как хайлайтер, хотя я уже пудру нанесла, но я все равно хочу. Нанесу их сюда. Я ставлю ссылки на все продукты, которые мне максимально понравились в этом магазине. Laneige, и не путать с линейкой, которая игра онлайн. Это косметика Laneige, а это линейка онлайн-игра. Между ними общее то, что обе фирмы корейские ха. Вот такой вот цвет у меня. Добавлю красную каплю вот сюда. Это, кстати, мой блеск от BT21. Очень-очень люблю именно вот этим вот блеском такие техники делать. Очень круто получается. Снимаем теперь это все добро. Пора волосы красить, но что поделать? С этим еще долго ходить, отстой. Теперь я пойду притчешусь и подберу одежду и вернусь. Так, я надела платье. Нет, там подкладка, а то я знаю, что вас это шокирует. И теперь я понимаю, что эти волосы сюда абсолютно точно не подходят. Может быть, надеете парик такого цвета? Нет, такое, да, с этим бриком не очень. Я тоже так думаю, что не очень. Так, думаю, гораздо лучше. Зафиксируем. И вот как-то так, вот в такой томной романтической позе я хочу сфоткаться, потому что весь образ про это. Осталось понять, где сфоткаться. На самом деле, всегда, абсолютно всегда самый беспроигрышный и лучший фон для фотографий, особенно, когда мы делаем фотку с акцентом на макияж, это белая стена. Ну, или какая-то срань на заднем фоне, потому что срань всегда тащит. Я пофоткалась, а результат вы сможете увидеть в моем инстаграме. Так, не намекаю, просто показываю, что он тут. Сейчас я буду проверять вечернюю косметику. У меня есть вот эта губка, которая обещает. Часто видела такую губку у корейцев, часто видела у азиатских блогеров, и мне очень интересно, на самом деле, она работает. Трудно себе представить, как это вообще будет выглядеть. Ну, вот такая вот перчаточка. Неужели этим реально будет свое лицо оттереть? Прошла в ванну. И знаете, кто здесь? Ну, я думаю, видите, это кот. Пафос на кице. И, возможно, вы спросите, какого хрена здесь происходит? Почему кот лежит в ванной? Нет, ну не в ванной, почему кот в ванной на кресле сидит? Почему? А я вам отвечу. Посмотрите на эту мордашку. Ему нравится это кресло, ему нравится находиться в ванной, поэтому он находится в ванне на кресле, как на своем троне. Тряпочка. Без малейшего понятия, как поведет себя тряпочка, поэтому также у меня здесь вот такое вот гидрофильное масло. Гидрофильное масло это супер-мега важная вещь. Я уверена, про это конкретно вы слышали, поэтому слишком долго рассказывать не буду. Все-таки это гидрофильное масло. Красота, богатство и элегантность, а также элитарность. О, да, масло. Масло. Казалось бы, вот такая простенькая упаковочка, а внутри такое масло. Нет, серьезно, если вы в своей жизни еще не пробовали гидрофильное масло, почему вы это еще не сделали? Ваша жизнь, она разделится, знаете, на две стадии, до гидрофильного масла и после гидрофильного масла. Рекомендую гидрофильное масло. Масло. Смочите это штучка перед применением с водой. И дальше нежно натирайте свое лицо круговыми движениями. Эти прикосновения, словно хор ангелов, спустился и трогает меня своей музыкой. Не знаю насчет эффективности, но это очень приятно. О, да. Всю, абсолютно всю, абсолютно всю косметику сняла эта тряпка. Я ничего, кроме воды, на нее не добавляла. Эта тряпка мне не платила. Я даже не знаю, какой это бренд. Понимаете, это тряпка и вода. Как? Надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео, и оно вам понравилось. И если это так, то ставьте обязательно лайк. Ну, а если не так, то ставьте дизлайк и напишите, почему ты поставил дизлайк. А я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем пока! Люблю вас!